и всем привет с вами я александр навасов и в данном видеоролике сегодня я буду отвечать на ваши вопросы которые вы мне задавали ну в контакте в разных беседах группах не важно где главное задавали я выбрал из них 12 вопросов и сегодня я на них отвечу но перед этим подпишитесь на канал поставьте лайк и все и напишите комментарий что вы об этом думаете ну и все в общем я жду пару секунд сейчас и начинаю отвечать вопросы итак первый вопрос это какое у тебя самое дорогое оружие в кс го ну конечно если вы знаете если вы смотрите мои стримы если вы смотрите мои видеоролики то вы знаете что самое дорогое оружие кс го у меня это блок гардиент статрек прямо с завода его вообще нету нигде но у меня он есть да у каких-то супер крутых там игроков и он есть но у меня он появился волшебным образом потому что я обменял ну давно конечно это было я обменял почти весь свой инвентарь там было много драгон лора фоев ножей ну неважно обменял я это все на один пистолетик который статрек и такого почти ни у кого нету вот это как бы не самый дорогой скин ну как бы он считает самый дорогой хоть его и нигде нету потому что его нигде не продают но в основном это самый дорогой для меня скин это самый ценный скин это вообще крутой скин вот и все второй вопрос это сколько у тебя ножей ну ножей примерно у меня 3000 ножей если посчитать на всех аккаунтах на всех складах которые есть то примерно у меня 3000 ножей да мне входят и новые ножи и керамбиты и там ну любые хоть там штыки м9 вообще 3000 ножей там всякие легенды не легенды любые то есть у меня достаточно такие хорошие дорогие ножи ладно третий вопрос это сколько у тебя игр в стиме конечно же вы уже наверное знаете по видеоролике я снимал с основы на стриме показывал основу и я там показывал что у меня там 15 тысяч игр на основе тем самым я показываю что у меня 15 тысяч на основе но на других аккаунтах тоже есть игры поэтому где-то примерно игр у меня ну 16 тысяч примерно если посчитать все игры которые на всех аккаунтах ну а так на основе меня 15 тысяч игр прям ровно четвертый вопрос какой у тебя уровень стиме если посчитать на основе то это 500 уровень но на других аккаунтах тоже есть аккаунт на котором 90 уровень это мой второй аккаунт на котором я обычно играю с подписчиками провожу всякие стримы потому что я редко играю на основе у меня там почти нету друзей я всех удалил кто там был на основе всего есть один друг и как бы с подписчиками я стараюсь все-таки играть со второго аккаунта на котором 90 левел да какие то есть мне аккаунты там с десятыми левелами там всякими двадцатыми тридцатыми на самые такие крутые аккаунты это два аккаунта это 500 левел основа и второй аккаунт это 90 левел и все пятый вопрос покупал ли ты пропуск на готовицу 2019 конечно же да я ее брал но только не на свой второй аккаунт она 1 я покупал его на основу потому что ну все таки должен ли я хоть как-то участвовать в кс-го получать награды и что-то типа того пришлось ее купить взять ну то есть почему бы нет как бы почему бы не посмотреть эту трансляцию как там играют мне вот когда я ставки ставил на лондон 2018 там выиграла астралис и то есть я полностью все то что я ставил я все выиграл вы сами можете посмотреть этот видеоролик я снимал как я ставлю эти ставки и я полностью выиграл я после этого снял другой видеоролики провел по этому поводу даже стрим рассказал что я выиграл что я угадал прям вообще все угадал кто когда где выиграет и даже в инстаграме я опубликовал фотографии типа вау круто сразу все угадал и медали золотую медальку это вообще было круто ладно я от катавицы жду такого же результата типа все получится будет золотая медалька буду там хвастаться перед друзьями типа вот я катавицу выиграл посмотрел там то что там 680 рублей на все пофигу ладно пусть будет она так шестой вопрос это такая у тебя клавиатура клавиатура у меня рейзеры если честно я не помню какая она не помню ну короче вот такая вот готова посмотреть сейчас просто обычная ну как обычная достаточно таки дорогая но это рейзер я посмотрю название это это ds stalker это stalker версия она с такой удлиненно короче фигней ну кому видно может не видно с такой удлиненной вот этой фигни вообще обычной клавиатуры это фильме нет то есть она должна быть такая но у этой клавиатуре именно вот такая особенность на ней вот такая вот фигня ну меня нравится мне удобно играть Седьмой вопрос Какая у тебя мышь? Мышь у меня Trust Тоже я не помню какое у меня название GXT у меня GXT я не помню А 155 C Короче вот она Вот она мышка Показываю Тут короче на ней можно менять Скорость мыши Можно максимальную поставить Можно там поставить такую Можно поменять цвет Поменяется вот здесь вот ты нажимаешь Поменяется цвет То есть ты можешь поменять цвет на этой мышке Такой Ну это зависит от скорости Макросы всякие прокачаны у меня Каждый цвет у меня Для каждой игры я использую разные цвета Я уже это говорил Когда распаковывал ее Это желтый цвет Есть зеленый Ну этот синий Ладно То есть все здесь есть К каждому К каждому цвету К каждой скорости Я проделал свои бинды Так сказать Прописал свои коды Ну в программе То есть К этой мышке еще подходят Такие программы Типа настройка Там что-то настроить Вот я настрою под себя Каждый цвет И в разных играх Я использую разный цвет Этой мышки Например для CSGO Я использую синий цвет Потому что мне так удобнее Доту я использую Конечно же Желтый цвет Ну и для других игр Разные другие цвета Так Сколько у тебя Аккаунтов в Steam Ну примерно Я не знаю сколько Потому что Их много Их конечно же много Но примерно их Ну штук 50 есть точно Штук 50 точно есть Точно не могу сказать сколько Может там 51 52 53 Может там Ну не знаю Ну примерно где-то 50 То есть может даже 49 Если считать Забаненные аккаунты 48 там Я не знаю 47 аккаунтов Ну короче Аккаунтов всего Где-то Ну так Ну скажу Среднее такое количество Это 50 Аккаунтов у меня всего Steam В него входит там Всякие вот Основа Второй аккаунт Склады Ну склады Я имею ввиду Ну аккаунты На которых лежат Например вещи Из CSGO Из Dota Из ПБГ В общем Ну такие есть аккаунты Которые просто Я использую как склады Просто чтобы там Поменять на какой-то предмет Или обмен Там ну продажа Покупка В общем Понятно Такими аккаунты есть Но Всего у меня По-моему их 50 Точное количество Сказать не могу Потому что Какие-то банились Какие-то я восстанавливал И За это время Ну то что вот я в Steam Столько времени Столько лет Я не помню Сколько я создал Уже аккаунтов Потому что Как-то я создавал Аккаунты Просто так Для Бесплатной игры Я тогда играл В Team Fortless Мне она нравилась Я играл С разных аккаунтов Прокачивал Профиль Покупал там Всякие предметы Ну вы поняли Потом продавал Эти аккаунты И какие-то аккаунты Даже остались И поэтому Я даже не знаю Сколько Если так считать Если каждый Вот этот Вот за сколько лет Я все этого накупил Я не знаю Сколько Там Аккаунтов Ну примерно 50 Я не могу сказать Сколько точно Но примерно Вот 50 аккаунтов У меня есть Рабочих Которых нет Там Банов Где крутые инвентари Вот 50 Вот точно Где ты живешь Ну конечно Вы наверное Уже знаете Что это Портленд Орегон Это США Вот там Можно пожить Вот так вот Я там живу Ну да Я все правильно сказал Как бы Ничего наверное Добавить к этому Вопросу Нельзя даже Ну я сказал Что Портленд Собственный дом Как бы Ну Ладно Кем ты работаешь Я работаю Мультипликатором Я рисую Анимирую Там Ну как-то Делаю там Прорисовки Для мультиков Ну то есть Я как бы Сам продюсер Сам дизайнер Сам Ну короче Я Сам делаю Мультики То есть У меня Никто не там Ну то есть У меня никакой Команды нету По производству Мультиков Я вот один Сижу Делаю мультики Их выкладываю Людям нравится Ну кому-то Конечно не нравится Потому что Ну смотря на какую Тему я мультик делаю Ну В основном Мультики Они типа Ну как бы Я бы не сказал Что это какой-то Плагиат Это как бы Добавление К чему-то Другому То есть Выходит Какой-то Мультик Допустим Ну Я не буду Говорить название Ладно В общем Вышел Какой-нибудь Мультик Какая-нибудь Серия И я От этой Серии Допустим Беру Самый лучший Момент И вставляю Свой мультик Добавляю Что-то Своего И получается Крутая Серия Ну Как-то так Какие-то Идеи Сюжеты Я придумываю Сам Все это Анимирую Делаю Все озвучиваю Все самостоятельно Все один У меня все программы Микрофоны Всякие Ну Всякие Эти Штучки есть Для рисовки Для озвучки Мультиков Для анимации Программ Покупал я Ну Для анимации Я использую Всякие Animation Studios Программу Vegas Pro Ну В Vegas Pro Я просто Там Типа Как это будет Все смотреться Как это Все будет Делаться Еще Я использую Для мультиков Разные Программы Для звука То есть Я могу Озвучивать Разными голосами Там Можно Настроить Звук Голоса Как это Будет Выглядеть Там Можно Ускорить Замерлить Там Поменять Вообще Голос Поменять На другой Какого-нибудь Такая вот Программа Это все Покупается Раньше Когда я Вообще Только Начинал В 2016 Году Я начинал Делать Мультики Я Использовал Morphbox Там Ну Что-то такое Бесплатное То, что Было Это Когда Начинал Потом Я Начинал Покупать Уже Программы Платные Уже Которые Там Стоит По Самая Максимальная Программа Которая Покупала Это 100 Долларов Было Я Покупал Для Анимации То есть Ну Я Анимирую Мультик Ну Хоть у меня Это Не круто Получается Потому что Я Это все Делаю По Видеороликам По Ютубу Как Там Люди Учат Делать Мультики Я С них Ну С каких-то Выпусков Я Ну Переделываю Как-то Это все Настраиваю Там Все То есть Каких-то Моментов Я Беру Это К себе Там Делаю Все То есть Всю Анимацию Вот Я купил Например Программу Всю Анимацию Я Смотрю Как Делается Это На Ютубе Потом Пытаюсь Сделать Самому Но Так как Все Что Я Создаю Я Это Прорисовываю Самостоятельно То есть Каждая Часть Тела Там Рука Нога Там Все Вот Это Мне Приходится Прорисовывать Самому То есть Чтобы Это Все Двигалось Ну Например Если Это Лицо Чье-то То Разные Эмоции Должны Быть Потому Что Все Это Должно Плавно Происходить То есть Каждый Раз Перерисовывать Одну И ту Жу Картинку Да Это Сложно Но Приходится Иногда Это Вообще Не Нужно Иногда Это Нужно Делать Ну Потому Что В Моих Программах Для Анимации Там Компьютеризированная Штука Которая Можно По Компьютеру Можно Сам Компьютер Уже Как бы Считывает Это И делает Анимацию Как бы Сам Из Тех Уже Нарисованных Деталей Которые Я уже Сделал Раньше Каких-то Да Приходится Самому Опять Корячиться Нарисовать Короче Рисовать Самому Это Сложно Вот Блин Реально Если вы Хотите Делать Мультик Никогда Не Начинайте Потому Что Одному Это Сделать Очень Сложно Я Начал Потому Что Ну Я Люблю Рисовать Я Давно Уже Рисую У меня Это Хорошо Получается Ну Смотря Как Если Картины Рисовать Конечно Я Картину Хорошо Не Нарисую Ну А так Мультик Персонажи Конечно Быстро Получается Нарисовал Лицо Тело Руки Ноги Все Готово Там Комикс Нарисовать Быстро Там Ну Листок Все Карандашом А Чтобы Картину Нарисовать Я Так Не Смогу Я Не Такой Художник Ладно Вот Такая Вот Работа У меня Ладно Ты Когда Нибудь Озвучивал Фильмы Нет Фильмы Я Никогда Не Озвучивал Но Я Озвучиваю Мультик Я Озвучив Свой Мультик Ну Точнее Мультики Потому Что Я Вот Недавно Создал Свою Как Б Свою Не Команду Ну Короче Я Создал Свой Канал По Своим Мультфильмам И Там Будут Разные Мультфильмы То есть Все Что Я Делаю Это Будет Как Б Сборка Целый Канал Моих Мультфильмов Там Будет Дом Роджерсов Там Допустим Какие-то Другие Шоу Которые Были Раньше Которые Я Выпускал На Разных Каналах На Разных Видеохостингах То Что Я Создавал Выкладывал Пытался Что-то Сделать Это Все Будет Новые Эпизоды Которые Будут Выходить Я Буду Стараться Выкладывать Именно На Ютуб И Все Это В кучу Вот так Собирать В Плейлисты Ну Чтобы Интересно Было Это Будет Как Прямой Эфир Там Всякие Марафоны Будут Наверное Интересно Людям Будет Посмотреть Мое Творение Которое Делаю Да Конечно Мои Мультики Не так Хороши Как Хотелось Но Все Я Один Работаю Вы Сами Понимаете Я Знаю Только То Чему Меня Научил Ютуб Те Люди Которые Сеют На Ютубе И Показывают Как Делать Мультики Вот Как Понял Как Делаю Вот Так По Другому Я Не Умею Сделаю Сигну Сигна 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 Вот Это Последний Вопрос Двенадцатый У меня Это Сигна И Сигну Я Сейчас Попробую Сделать Достану Какой Нибудь Листик Да Достану Листик И Здесь Напишу Если Будет Вот У меня Ручка Здесь Есть Так Максим Борисов Сейчас Напишу Не знаю Может Маленько Получится Да Конечно Получилось Не так Потому Что На Ковре Писал Ладно Я Был Не готов Просто К Сигне Вот Короче Я Не знаю Я Обычно Не пишу Сигны Но Да Ладно Я Не знаю Как Будет Показано Короче Вот Максим Борисов Я Пишу Сигну Потому Что Я Настоящий Ну Типа Не Фейк Вот Я Не знаю Может Так Как Показать Может Выложишь Себе Куда Я Не знаю Зачем Тебе Это Надо Типа Вот Не знаю Как Показано Я Не знаю Так Окей Ладно Я Был Написал Красивее Если Был На Ковре Писал Потому Что На В общем Какие Были Там Всякие Другие Вопросы Были Но Я Выбрал Самые Лучшие На этом Наш Видеоролик Заканчивается И В следующем Видеоролике Вы можете Предложить Свои Вопросы Я Сделаю Видеоролик По Другим Каким То Вопросам Если Вам Это Конечно Интересно И В общем Все В общем Ребят Всем спасибо За просмотр Субе Александр Навасов Ставьте Лайки И Подписывайтесь Пишите комментарии под видео И Всем удачи И Всем пока